Спасатели эвакуировали с Ключевской сопки на Камчатке троих выживших туристов. Сегодня утром группа МЧС смогла дойти до домика вулканологов на высоте 3000 метров, где они укрылись. Сейчас решается вопрос об эвакуации тел погибших девяти туристов. Спасатели эвакуировали с Ключевской сопки на Камчатке выживших туристов. Сегодня утром группа МЧС смогла дойти до домика вулканологов на высоте 3000 метров, где укрылись туристы и гид. Их эвакуировали вертолётом в ближайший посёлок Ключи, а оттуда в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи. У гида обморожение рук и ног, а остальные туристы в порядке. Спасатели начали подниматься к альпинистам накануне днём, но были вынуждены остановиться на ночь на склоне из-за сильного снега и сугробов. Они добрались до пострадавших около 11 часов дня по местному времени. И сейчас решается вопрос об эвакуации тел погибших, а это 9 туристов. Выжившие альпинисты рассказали, что произошло. Подробности 3 сентября тургруппа из 12 человек начала восхождение на сопку на 4000 метрах. Но перед началом подъёма двоим туристам стало плохо, поэтому один из гидов повёл их вниз, в домик вулканологов. Остальные отправились на вершину со вторым гидом. Через какое-то время он сообщил коллеге по рации, что их группа сорвалась. Тогда погибло три человека. И вызвал по телефону со спутниковой связью МЧС. Причина падения до конца не ясна. Погода была хорошая для восхождения, но, вероятно, мог пройти камнепад, из-за которого люди не удержались на склоне. Спасатели в тот же день вылетели на вертолёте к месту трагедии, но из-за сильного ветра не смогли сесть на гору. Спасательную операцию отложили на сутки. Вторая группа МЧС отправилась к сопке пешком, но из-за климатизации на каждой высоте им приходилось останавливаться до семи часов. Спасатели по спутниковой связи рекомендовали группе спуститься к домику вулканологов, к другим туристам. Но те не смогли, поскольку были ослаблены длительным походом и недостатком кислорода. Поэтому они остались дожидаться помощи на четырёх тысячах метрах. Через несколько часов после трагедии группе поднялся первый гид. Он разбил палатку и сам оказывал первую помощь пострадавшим. Но за несколько дней от таморожения умерли ещё шесть человек. И когда скончался последний турист, гид спустился обратно к домику вулканологов. Из-за погодных условий поисково-спасательная операция длилась три дня. На высотах была сильная облачность, штормовый ветер и осадки. Вчера утром вертолёт МЧС только с четвёртой попытки смог приземлиться на вулкане на высоте 1600 метров. Дальше до альпинистов спасатели шли пешком. Кличевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии. Подъём – четвёртый из шести категории сложности для альпинистов. Практически ежегодно на вулкане происходит ЧП и трагедия. Но это не останавливает туристов. А МЧС в данном случае сработала оперативно, насколько позволяла погода, продолжает альпинист-спасатель международного класса Егор Дульнев. МЧС – это, конечно, не панацея, во-первых. То есть это только может повысить вероятность выживания. Когда риск для самих спасателей огромный, зачем умножать число жертв на этой горе? Поэтому люди ждали, пока будет приемлемая погода. Но я думаю, что они вышли всё равно раньше, чем погода прекратилась, чтобы как-то снизить время пребывания страдавших. Там много условий, которые нужно было учитывать. И я думаю, что люди-профессионалы сработали, как только была возможность. Вот и всё. И потом, опять-таки, путь туда, на такую высоту, он не мгновенный. В условиях плохой погоды не работает вертолёт, естественным образом. Спасатели могли пойти только пешком. Значит, время продвижения в такой погоде не сокращается, наоборот, растёт. Сколько туда идти, то может затянуться надолго, пока не кончится. Потом в такую, опять-таки, непогоду найти людей на горе – это непросто. То есть нужен какой-то там у них датчик, чтобы тебя туда привёл твой датчик ответный. Да, так просто можно ходить, блукать, искать в тумане. А если ветер, даже крики ваши не помогут. Найти точную точку, ну и геопозиции. Каждый делает для себя этот выбор – ходить в горы или не ходить. Вообще в горах, как бы, очень много факторов, которые влияют на ваше восхождение. И очень часто они бывают объективно опасными. Там, лови на опасность, колонаком не падай. И это может случиться, ну, как бы, практически в любой момент. Поэтому просто нужно давать себе отчёт, занимаясь подобными вещами. Егор Дульнев, альпинист. По данным СМИ, большинство из группы туристов были опытными альпинистами. А оба гида много лет работали в горах Алтая, Киргизии, Таджикистана. И не раз поднимались на Кольчевскую сопку. Трагедия на Эльбрусе. При спешине в метель погибли пять альпинистов. Организатор восхождения утверждает, что МЧС начала операцию с опозданием. Спасатели это отрицают. Так что же произошло на самом деле? Трагедия на Эльбрусе. В черной метеле погибли пятеро любителей альпинистов. Группа из 19 человек попала в сильный снежный шторм и запросила помощь. Как говорит организатор восхождения, МЧС начала операцию не сразу. Спасатели это отрицают. Выжило 14 альпинистов. У них сильное обморожение у одного перелома. О том, что происходило на высоте 5,5 километров, Евгений Перельчук. Примерная хронология событий. В группе было 23 человека. Все взрослые люди. От эти лет. Маршрут зарегистрировали в МЧС. Дату восхождения выбрали не случайно. Опирались на популярный сайт прогнозов погоды на вершинах. Mountain Forecast. Выбрали погодное окно, когда должно быть ясно. Перед ночью четверо отказались. Решили, что не потянут. Проблемы начались в 10 утра, когда уже забрались на вершину. Одной из девушек стало плохо. Из-за перепадов давления, возможно, были проблемы с сердцем. Один из гидов вместе с ней начал спускаться. Вскоре погода резко испортилась. Начался снежный буран. Девушка внизу умерла на руках гида. Остальная группа резко замедлилась, когда один из участников сломал ногу. Тогда они запросили помощь спасателя, рассказывает старший гид команды Эльбрус Гайд Денис Алимов. ОМОН-координатор в том походе не участвовал. Подошли к краю плато, начали спуск. И перила занесло очень сильно там снегом. Одна из связок сорвалась, и человек сломал себе ногу. И это сильно замедлило движение группы вниз. И похоже, что стало таким фатальным фактором. Гиды приняли решение разделить группу на части. Самые быстрые пошли вперед. Медленно, со своей скоростью продолжили движение тоже вниз. Сложно обвинить их с несоблюдением таймера. Они начали пытаться выйти на связь примерно в 12 часов дня. И операция началась только в часов 5 вечера. МЧС, они пусть сами дадут оценку своим собственным действием. Но по причине холода и ветра не было мониторинга давления, как ведет себя барометр. Они потеряли этот момент, когда барометр стал падать. Потому что там же не сразу эти сюрпризы, они не происходят мгновенно по щелчку. Все остальные поступки, я не вижу их ничего. Такого, что привело бы к гибели. В МЧС Бизнес.ФМ сообщили, что приняли сигнал о помощи только в 17 часов 10 минут, когда альпинисты были на высоте 5400 метров и сразу начали операцию по спасению. Предыдущие сигналы, если они и были, до спасателей не дошли. Поиски велись в экстремальных условиях. Ветер до 70 метров в секунду. Температура минус 20 градусов. При таких условиях это ощущается как минус 50. Еще и почти нулевая видимость, потому что снег летит горизонтально. Синоптики называют это черной метелью. Погода, при которой ничего не видно уже в радиусе метра. Просто белая стена перед глазами. Ни огней, ни ориентиров. Рюкзак заносит снегом за минуту. Говорящие фото есть в сети. У всех участников сильные обморожения, фиолетовые лица, плотный снег под воротником. Медикам в итоге передали 11 пострадавших. Кто-то в травматологии, кто-то в ожоговом отделении или хирургическом. Пятеро участников погибли. Четыре женщины и мужчина. Все гиды выжили. Увы, такие ЧП случаются, и на первый взгляд действия у проводников были правильные. Считает альпинист, спасатель международного класса Егор Дульнев. Эльбрус, гора несложная. Какие-то сбои в организме могли наступить. И скорость могла упасть. Это нормально. Если вы не профессионал, то в непогоду вам будет выжить сложнее. И тем более найти путь вниз. Таких вещей происходит в горах очень много. Не каждый может пользоваться радиостанцией. Насколько это может владеть гид или кто-то еще. Сбили чистоту еще как. И со слов чьих-то судить можно, но это может не оказаться правдой. Но спасатели как только восприняли информацию, видимо сразу вышли. Опять-таки погода. Все-таки Эльбрус, гора большая. И от подножия до вершины дойти там с какой-то полной выколотки, это не то, чтобы быстро. Участники похода потом рассказывали, что обратились к проверенным частным гидам. Стоимость места в отряде около 40 тысяч рублей. В рынке разброс цен большой. От 20 до 100 тысяч. В отряде было 4 профессионала. Остальные 15 – туристы-любители. И это нормальное соотношение. Выжившие участники ни в чем гидов не обвиняют. Говорят, что те рисковали жизнью, чтобы всех спасти. Но на то они и любители, что не всегда могут отличить хорошего гида от плохого. Отмечает президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарской республики Абдул Халим Эльмезов. Должны быть альпинисты-профессионалы, разрядники, как минимум, которые проходят обучение именно на Эльбрусе, а не где-то в образовательных усредлениях, которые выдают удостоверение, не имеющие отношения к альпинизму. Сейчас этого нету за тем. Федерация альпинизма России пытается это сделать, но пока не на должном уровне. Некоторые эксперты из спасотрядов МЧС говорят, что главной причиной трагедии стало игнорирование прогноза погоды, то есть сферы ответственности организаторов. Как бы кто сейчас не оценивал действия гидов, люди погибли. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А те семь десятков спасателей, которые вытащили альпинистов из черной метели, представят к наградам.